Дорогие друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. И наш эфир приурочен к Дню российского студента, который будет отмечаться 25 января. И для кого-то этот день — это праздник знаний, для кого-то он носит какой-то, может быть, церковный характер. Те, у кого имя Татьяна, почитают его за свой праздник. А то, как к нему относятся гости, наши сегодняшние гости студии прямого эфира, мы узнаем в ближайшие 38 минут. И для начала я попрошу представиться своих гостей. Пожалуйста. Добрый день, спасибо большое за приглашение. Действительно, наш сегодняшний эфир открывает в Республике Саха-Якутия празднование Татьяниного дня. Я от имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия от себя лично всех поздравляю. С наступающим днём российского студенчества. Ну и в связи с этим, наверное, тоже представлюсь несколько по-другому под этот праздник. Я студент Якутского государственного университета, кафедры географии, биологии географического факультета 1991-1996 годы. Учился в главном учебном корпусе. И, в общем-то, наверное, это тоже сегодня, вообще, когда этот праздник наступает, преддверии праздников, сам праздник. Говорят, что для вас значит Татьянин день? Ну, для меня это, прежде всего, альма-матер. Это те преподаватели, которые меня учили. Это мой университет. Это однокурсники, с которыми общаешься по жизни. И это определенные идеалы, определенные принципы, которые ты получаешь в студенчестве. Это как стержень жизни. Поэтому это праздник, который касается всех. Студент географического факультета Михаил Присяжный. Да, Михаил Присяжный. Студент БГФ 90-х годов. Якутский госуниверситет. Отличное резюме. Но вряд ли тогда тут Михаил думал, что он будет через какое-то количество лет первым заместителем министра. Да, образование науки Республика Саха-Якутия, доктор географических наук. Ну, в общем, конечно, эта стезя, которая была выбрана, она получилась, можно сказать. Да, такой хороший студент, такой хороший карьерный путь. Загадывают ли сегодняшние студенты себе такой карьерный рост? Пожалуйста, представьтесь и расскажите немного о себе. Меня зовут Карпов Николай. Учусь в третий курс Институт математики и информатики. 20 лет. И хороший вопрос, загадываем ли мы. Да, да. Сейчас, на самом деле, во времена студенчества, в молодости, у каждого есть свои амбиции, цели, желания. Каждый хочет себя проявить. Поэтому, на самом деле, у меня в моей жизни стоят какие-то конкретные цели. Сейчас уже вот 24-й год для меня очень... Для меня, я надеюсь, будет очень продуктивный, потому что поставил какие-то определенные цели, которые, я надеюсь, добьюсь. Вот. Спасибо. Спасибо. И у нас есть еще один гость. Всем привет. Хотелось бы для начала поздравить всех студентов с этим днем. Меня зовут Степанов Максим. Я учусь на третьем курсе тоже Института математики и информатики. Мы с Николаем являемся однокрупниками. И да, у меня тоже есть свои цели, которые я хотел бы добиться, свои амбиции. И после окончания вуза, да, у меня есть цели, которых я буду добиваться. Профессия у вас такая очень актуальная, востребованная, информатика, да? И наверняка потом будет несложно найти работу для себя, работу по душе. И востребовано это точно будет, однозначно. Да, да, это на самом деле... Как минимум это случится. Да. Давайте поговорим о том, насколько сейчас живется студентом хорошо, либо есть какие-то сложности. Вот, может быть, Михаил Юрьевич, вы начнете. Как вот вы видите сейчас студенческую жизнь? Что получается сейчас хорошего сделать для студентов? А что, может быть, еще есть как-то в планах, в перспективе? Ну, конечно, студенчество в разные годы, оно разное, потому что каждый живет свою жизнь. Вот у меня сегодня, например, в первой половине дня я участвовал в публичном отчете одного из наших ведущих колледжов республики и страны. Это Якутский финансово-экономический колледж. На отчете были выпускники колледжа разных лет. Я тоже в свое время учился параллельно с Якутским госуниверситетом, еще и в Финтехе тогда. И вот был сегодня, например, Владимир Иванович Птицын, который в свое время был министром финансов республики. Вот у него в этом году исполняется 50 лет, как он закончил в Финтех. И был, например, Алексей Валерьевич Куклин, который руководит управлением федерального казначейства. Вот у них, у каждого, ну и у меня, конечно, у нас разные образы одной и той же образовательной организации. Потому что мы были в разное время, были разные возможности. Сейчас, конечно, студентам легче в какой-то степени, потому что они очень востребованы. И за ними гоняются работодатели, им предлагают работы. Есть достаточно много современных общежитий, которые есть. И это не то, что вот как мы... Ну, когда я учился, то у нас, конечно, уже не было общежитий, когда в комнате проживало по 16 человек. Это предыдущее, старшие, старшие поколения рассказывали студентов, когда еще на территории студгородка Якутского госуниверситета были деревянные корпуса, где на первом этаже учились, а, значит, на втором этаже жили. Ну, и там топили сами печку и так далее. То есть такие были условия. Сейчас, конечно, условия достаточно хорошие. Плюс очень много программ, которые связаны с работодателями, с конкретными предприятиями, организациями. Мы это поддерживаем. Ну, и по линии Министерства образования и науки мы очень серьезным образом поддерживаем целевое обучение. Потому что какой бы ни был прекрасный вуз, какой бы ни был прекрасный студент, если он в период обучения не пройдет производственную практику и не будет заинтересован в реализации своих знаний, которые он получил, то его сложно будет вести по жизни. Поэтому мы поддерживаем целевую подготовку. Сейчас реализуем 46 отраслевых проектов целевой подготовки в самых разных областях. И это когда человек, начиная с первого, второго, иногда с третьего курса, заключает договор и учится, и параллельно уже работает. Вот мы бы это поддерживали. Ну, и, конечно же, для нас, хотя сейчас у нас студентов в республике примерно 50 тысяч, вот всех их поздравляем. Из них большинство, это, конечно же, студенты колледжа и техникумов сейчас, их больше сейчас. Это государственные наши учреждения, которые республика помогает, развивает. Вот. И есть, конечно, вузы, которые для нас тоже родные. Это федеральные, учредители у них являются федеральные органы госвласти, министерства и ведомства. Мы также, есть именные стипендии, есть возможности заниматься наукой, есть различные гранты молодежные, которые учреждаются республикой. Это то, чем помогает республика. И не только тем, кто обучается на территории республики, но и мы поддерживаем связь с теми, кто обучается в 32 городах крупных Российской Федерации, где есть студенты, выпускники школы республики Саха-Якутия. Один из таких студентов тоже хочет в этот день поздравить всех причастных к этому празднику. Мы можем послушать поздравления Артема Инхеева. Да, это хороший парень, активист. Он возглавляет землячество наших студентов, которые обучаются в Москве. Он не целевик, он сам поступил. Но он сотрудничает, он ориентирован на республику. И с удовольствием послушаем его поздравления. Пожалуйста, попросим наших режиссеров. Всей души хочется поздравить всех обучающихся и Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия с Днем Студента. Я сам лично прошел путь обучения по целевому направлению от бакалаврята до аспирантуры. Прошел его с отличием. И хочется сказать, что важную роль в этом сыграла поддержка нашего родного министерства. Помимо успехов в учебе и научной деятельности, важную роль в моей жизни всегда занимала общественная работа. Молодежное общественное движение «Айтал» — объединение молодежи Якутии в Москве — всегда поддерживалось Министерством образования. При его поддержке было реализовано множество молодежных инициатив. Велась планомерная работа с обучающимися в Москве и центральных вузах. Хочу сказать, что этот год стал для меня лично знаковым. Помимо прохождения финала конкурса «Лидеры России», я смог стать лауреатом знака «Якутианин года». И в этом ключе хочется сказать большое спасибо Министерству образования. Хочется подчеркнуть, что молодежь имеет большой профессиональный потенциал, имеет интеллектуальный рост и развитие. И ее будущее, будущее молодежи, находится в надежных руках. Спасибо. Да, поздравляем. Ну да, недавно было это в новостях, как раз мы очень обрадовались. Потому что Андрей Александрович Федотов, постпред нашей республики, при президенте Российской Федерации, он как раз вручил вот этот знак «Якутианин года». Очень серьезная отметка. В Москве, конечно, учиться престижно. Насколько студентов, я спрошу, престижно для вас обучаться в Якутске? Ну, на самом деле, СФУ входит в топ, в один из лучших университетов России. И в целом, не сказать, что... У многих есть такое мнение, что зачем поступать в СФУ? Я вот хочу куда-нибудь в Москву, в Питер. И многие школьники сейчас, может быть, об этом задумываются. И, ну, с ними нельзя не согласиться. Там хорошие вузы есть, но СФУ – это тоже один из лучших вузов. Поэтому уровень обучения и, в целом, качество образования здесь очень на высоком уровне. Поэтому я считаю, что престижно. Как относитесь к пословице «где родился, тому пригодился?» Хотите ли вы продолжить потом обучение именно в Якутске или же сразу здесь работать? Или у вас есть какие-то планы, чтобы уехать из нашего города? Я бы хотел дальше пойти на магистратуру. И в конце, после магистратуры, я бы хотел уже остаться в Якутске, работать здесь. У нас есть свои IT-компании большие, которые очень быстро развиваются. И хотелось бы помочь им и поддержать их. Из чего сегодня состоит день, день, вообще студенческая жизнь ваша? Что там есть интересного? Что есть, может быть, для вас не совсем такого простого? Чего не хватает, может быть? Но мы вот те, кто не сталкивается, не студенты сейчас, об этом не знаем. Ну, в целом день, каждый день студенчество у нас проходит по-разному. Очень насыщенно. Бывают очень яркие, классные дни. Бывают день, когда ты очень уставший, просто сходил на учебу, пришел домой, поспал, сделал домашку, там, все. Но насчет тех ярких дней, это, допустим, активная профсоюзная жизнь. Потому что мы, являясь активистом профсоюза студенческого, поэтому у нас частенько проводятся мероприятия, собрания. Также гуляю с друзьями, провожу время с девушкой. Конечно, это все не очень легко сочетать с учебой, прям не назвал бы себя прям очень хорошим студентом, который получает одни пятерки. На самом деле я учусь так. Ну, стипендия есть, троек нету, но на пятерке прям не получается. Но стараясь все вместе сочетать, тайм-менеджмент, чтобы успевать и с девушкой погулять, с друзьями встретиться. Это очень правильно. Надо всему найти время. Да, да, да. Это правильно. Как вы считаете, Михаил Юрьевич? Да, конечно. Ведь студенчество, вот, особенный период. Почему? Потому что, будь то ребята поступают на уровень СПО, колледжа техниками, будь то поступают в институт, в университет или академию, они туда приходят детьми, а выходят уже, по сути, взрослыми людьми, которые получили знания, получили много общения, потому что та комфортная атмосфера, которую дает семья, дает школа, она сменяется другими декорациями, можно сказать, жизненными. И люди начинают именно, осваивают не только, как мы говорим, hard skills, да, то есть твердое знание по той специальности, которой она обучается, но и получают такие качества для общения необходимые, то, что говорят soft skills, то есть работа в команде. Вот эти и не зря же ведь придумано о том, что есть целый ряд основных направлений, по которым поддерживаются органы студенческого самоуправления. Ребята упомянули профсоюз, но на самом деле органов намного больше. Вот у нас, например, в этом текущем учебном году, в 23-24, Илдархан нашей республики, Асен Сергеевич Николаев, он учредил гранты главы студентам СПО, среднепрофессионального образования. Этот уровень, он и в вузах сейчас присутствует, довольно активный, быстро развивающийся сегмент, и они там идут по основным направлениям. Это что? Это учеба, это наука, это спорт, это творчество, это волонтерство. То есть это все то, чему ребята в студенчестве должны уделить внимание. И вот на самом деле, если они правильно себя спланируют, дальше они себя будут чувствовать уверенно. Вообще замечательная пора студенчества, да, это же и молодость, и влюбленность, и друзья какие-то новые. И классно то, что вы находитесь рядом с теми людьми, которым интересно то же, что и вам. Это же вообще такой крутой трамплин. Давайте про мероприятия поговорим, которые проходят сейчас в эти дни, в преддверии праздника, и которые пройдут для наших студентов в сам день 25 января. Ну вообще мы в этом году выступили с инициативой, которую мы благодарим, что нас поддержали все вузы, которые работают на территории республики, поддержали руководители глав, улусов, районов нашей республики, поддержали руководители министерств и ведомств, предприятий отдельных, организаций, госсобрания Илтумен, глава республики. Вот все эти люди, я прямо анонсирую, в ближайшие дни будут поздравлять с днем студенчества, вспоминать свои студенческие дни. Поэтому мы в этом году при поддержке и вас, и в целом НВК Саха, радио, телевидение, каналов, которые у нас работают, они нас поддержали, и практически, начиная с сегодняшнего дня, вот с нашего эфира, вплоть до 28-29 января, будут эфиры, посвященные Татьяниному дню. То есть мы так спланировали, что это будут разные передачи, разные форматы, официальные, неофициальные, со студентами, ректоры будут, несколько ректоров тоже выйдут с эфирами, где они будут. Вот действительно, мы ведь смотрим, в Татьянин день мы не только вспоминаем свое студенчество, мы с очень большой надеждой смотрим на тех ребят, которые являются студентами сейчас, потому что они как бы реальное будущее, которое будет дальше нас развивать. Поэтому в этом году мы объявили условное название «Телевизионный марафон студенчества Республики Саха-Якутия», но он не только, как наша передача показывает, он еще и радиомарафон, поэтому «Телевизионный радиомарафон», где будет очень много мероприятий. Это пройдет плюс к тому, что традиционно организовывают вузы. Ну, например, в СВФУ я знаю, что пройдет и развлекательная программа «Татьянин день», и «Новый год, новые возможности». Это тоже такой формат, круглый стол, который проводят обычно в стенах федерального университета. Сам «Татьянин день» пройдет. А ГАТУ я знаю, они делают, вообще сделали видеоконкурс «Один день из жизни студента», где делится то, как можно эффективно прожить не все студенчество, а каждый отдельно взятый день. Это тоже очень хорошая мотивация для общения. Ну и вот у нас сегодня же во второй части эфира будут наши коллеги из высшей школы музыки. Та школа, ради которой президент хотел прилететь в Якутск и прилетит. Просто морозы пока помешали. Но это действительно уникальный вуз, в котором все уровни образования представлены, и в котором каждый день он прямо уникальный. Поэтому мы попытаемся в этом году в рамках марафона студенчества показать все стороны студенческой жизни вузов на территории республики. И также мы уже получаем, так же, как Артем отправил из Москвы, мы также получаем от наших представителей, от обучающихся студентов, которые учатся в других городах России, и приветствия, и поздравления. График учебного процесса очень разный, даже внутри одного вуза. И, значит, сейчас на самом деле значительная часть ребят еще только завершает экзаменационную сессию, и мы ждем ребят на каникулы. Как раз к статьянам и дню я знаю, что ребята приедут из центра вузов. Это будет очень интересное время. Хорошо, что вы сделали такой обширный анонс, да, и про марафон сказали, потому что, наверное, будет интересно посмотреть вот это вот все тем, кто готовится стать студентом, тем, кто задумывается о том, куда поступить. Ну да, в следующее поколение как раз, да, студентов. Как раз увидеть вот лица тех людей, кто сейчас вот в этой теме достаточно плотно. Наша передача тоже выходит и на радио в том числе. Нас могут сейчас слушать наши слушатели, а не только смотреть наши зрители. Кстати, дорогие друзья, телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Вы можете по ним звонить и присоединяться к нашей беседе. Наши режиссеры Ольга Степанова и Мария Сунхалырова помогают нам. И вы сказали, что во втором блоке уже проанонсировали. Будет высшая школа музыки. И это кузница, кузница музыкальных кадров, поэтому я думаю, что второй блок тоже будет интересный. Но мы еще пока в первом. И мы можем сейчас, оставшиеся у нас осталось всего две минуты, может быть, пожелать тем студентам, которые сейчас на этом поприще, да, и тем, кто готовится стать студентами, вот что-то, может быть, вы хотите сказать, пожалуйста. Я хотел бы пожелать будущим студентам, во-первых, удачи на ЕГЕ. Это важный этап в вашей жизни. И хотелось бы пожелать вам поступить в ВУЗ, который вы хотите. Но также знайте то, что наш родной институт СФУ, он очень хороший. Да, поддержу слова своего друга. Хочу сказать будущим абитуриентам, школьникам, чтобы вы слушали именно то, свое сердце, то, что вы реально хотите, чтобы вы не поддавались на мнения окружающих, потому что вам проживать эту жизнь, а не только... Ну, то есть, родители, они... Вы должны уважать их мнение, но все-таки вы сами будете проживать эту жизнь, и вы должны делать так, как вы сами хотите. Золотые слова, Николай Юрьевич. Да, ну что же, еще раз от имени себя, лично Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, поздравляю всех якутян, которые находятся в возрасте студенческом, а сейчас он имеет очень широкие пределы. У нас есть студенты и 50 лет, и 60 лет, и это очень важно, что люди задумываются о своем образовании, меняют иногда свой профиль, это очень важно. Но все же 2024 год он у нас объявлен в стране годом семьи в Российской Федерации, Асен Сергеевич в Республике объявил годом детства. Поэтому в этом году будут сделаны новые шаги по открытию новых возможностей для реализации как раз талантов обучающихся, и большой акцент будет сделан на поддержку студенческих семей. Всех с наступающим праздником! Спасибо большое, что были сегодня в нашей студии. Через 4 минуты увидимся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, продолжаем говорить о студенчестве в преддверии праздника 25 февраля, Российский День студента. И каждый из нас в какой-то период своей жизни точно был студентом, и бывших не бывает. Но сегодня в нашей студии люди, которые непосредственно имеют отношение к этому празднику. И своих гостей я попрошу представиться. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Зайкова Надежда Михайловна. Я ректор Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова. Спасибо. И второй гость. Добрый день. Меня зовут Власия Василий. Я обучаюсь по программе подготовки музыкальной театральной искусства по специальности искусство оперного пения. Я являюсь студентом третьего курса, кафедры академического пения и оперной подготовки. И еще Вы преподаете одновременно? Нет, я работаю. Работаете? Где работаете? Работаю в государственном вокальном ансамбле Туймана, артистом-вокалистом. Замечательное время сейчас для студентов, когда можно одновременно и подавать в несколько учебных заведений документы, и учиться одновременно в нескольких заведениях. И еще обучаясь, есть такая возможность еще работать по своей специальности, причем в каком-то достаточно таком хорошем, престижном месте. Я думаю, что сегодня у нас январь, и первый месяц наступившего года будет, в общем-то, актуально и правильно подвести итоги прошлого года, тем более, что прошлый год для Высшей школы музыки был юбилейный. Поэтому, пожалуйста, Надежда, я хочу дать Вам слово. Расскажите о том, каким этот год был, что запомнилась, дата солидная, какие мероприятия, чем гордитесь? Ну, для ВУЗа 30 лет это на самом деле не очень много. А почему у меня 80 в голове? Нет, 30 лет нашей школе. В 1992 году Михаил Фомич Николаев издал указ о том, чтобы создать такую школу, а в 1993 году тогда председатель правительства Вячеслав Антонович Штуров подписал постановление правительства об открытии Высшей школы музыки. И сразу началась подготовка, набрали сперва маленьких детей, 5-6 лет, набирали по направлению скрипка и фортепиано, и надо было детей подготовить. Поэтому такой детский садик, скажем так, был организован, из которого выросли ребята, которые поступили в первый класс. Школа росла, дети закончили школу, появился уровень среднего профессионального образования, и дети, когда заканчивают 11 классов, они сразу получают аттестат о высшем образовании и диплом установленного образца о том, что они закончили среднее профессиональное образование. А потом они у нас учатся, получают высшее образование, и можно получать высшее образование по двум направлениям, так скажем. Ну, по-трём, да, по-хорошему. Это прежде всего основной, это, конечно, специалитет. И надо сказать, когда в стране происходили изменения, связанные с баллонским процессом, нужно было переходить на систему бакалаврии от магистратуры, вот преподаватели, люди, которые работают в Высшей школе музыки, отстояли право, чтобы отечественная система специального образования сохранилась. Поэтому ребята, которые поступают к нам на исполнительские специальности, они обучаются пять лет. Кроме этого, есть бакалавриат, это музыкознание, музыкально-педагогическое направление. Там ребята обучаются четыре года. В 2023 год мы вообще начали свои мероприятия, посвящённые 30-летию школы. 5 декабря 2022 года. Это день рождения первого ректора Василия Фначи Босикова, чьё имя носит наша школа. И начали мы его с большого концерта в Театре оперы и балета. Это главная сцена для музыкантов, и поэтому там начался большой праздничный концерт. А завершили мы год ровно через год, 5 декабря 2023 года, и завершили его большой международной научно-практической конференцией, в котором обсуждались вопросы, связанные с музыкой, развитием общества, человека, личности. Очень получилось интересное мероприятие, научно-практическая конференция. Конечно, мы подготовим по итогам большой сборник. Но надо сказать, что, конечно, самая главная задача для высшей школы музыки – это научно-методическое сопровождение детей, которые обучаются музыке в начальном звене. Поэтому сама высшая школа музыки имеет фирменные школы. В 2023 году было взято направление «Арктическая зона». И у нас появилось дополнительно к нашей сети еще три арктических детских школ искусств вошли в состав. И самый северный у нас, конечно, это Тексинская детская школа искусств. Конечно, у нас была большая международная деятельность. Она связана с тем, что по приглашению Харбинской консерватории в прошлом году создана ассоциация «Китайско-российская музыкальная ассоциация», в которую входят не только образовательные учреждения, но и ведущие театральные, музыкально-театральные коллективы. От Китая – 25, а со стороны России – 10 учреждений. Мы очень гордимся, что мы приглашены китайской стороной и попали в эту первую десятку. Это говорит о уровне подготовки, об авторитете нашего учебного заведения. Конечно, мы очень рады, что мы свою международную деятельность продолжаем. Самое большое событие, которое произошло в 2023 году, это то, что президентский фонд культурных инициатив проводил гранты. Мы выиграли грант и увезли 105 человек на гастроли. Сперва мы вылетели в Иркутск, и там выступали в Иркутской филармонии. Потом на поезде перебрались в Улан-Удэ, и там выступали тоже в театрах Улан-Удэ. Потом на автобусах переехали через границу и выступали в Монголии. Самому молодому участнику проекта 10 лет Саша Хатенов. Он пианист, он доехал с нами до Монголии. Мы вывозили свой симфонический оркестр, духовой оркестр, солистов. И на самом деле это даёт свои результаты. Были заключены соглашения и в Иркутске, и в Улан-Удэ. И, конечно, ранее, ещё до того, как мы выехали в Монголию, было подписано соглашение с Монгольской консерваторией. А самый взрослый участник сколько ему? Ну, самый взрослый участник, ну, ему, так, скажем, из тех, кто участвовал в концерте самому старшему, интересно, сколько лет. Но это уже выпускник школы, скажем так, в среднем ему 40 лет. Получается, у вас совсем маленькие детки учатся, и очень взрослые люди учатся. Там мы набираем детей с первого класса, с первого класса. И у нас дети поступают в 6-7 лет, заканчивают обучение. 11 лет заканчивают средне-специально, а потом ещё 5 лет учатся. Ну, 11 лет они в школе учатся, и 5 лет ещё учатся в институте. Ну, это действительно высокая школа, школа высшей музыки. И основная кузница кадров музыкальных и филармонии – это ваши выпускники. И наших музыкантов всегда очень тёплые, очень высокие отзывы о выступлениях. И есть повод гордиться. Поэтому вам огромное спасибо, что вот так представляют нашу республику во многих странах, городах. И всегда это аншлаги, всегда это овации большие. Спасибо. Василий, расскажите, пожалуйста, о том, как вы поступили в высшую школу музыки. Насколько это сложно или, может быть, наоборот, несложно? Я в 2021 году в конкурсной основе прошёл государственный вокальный ансамбль, состав. И музыкальный руководитель Светлана Павловна сообщила нам о необходимости высшего образования. музыкального. И вот в то время мои коллеги Николай Роббек и Андрей Шадрин учились в институте. И я видел их, и что они совмещают работу и учёбу. И я решил поступить в школу, в институт. И в то время Светлана Павловна писала проект, проект по селевому направлению. И вот меня туда включили, и вот поступил. Вы оперный певец? Не совсем. Учусь на оперного певца. На оперного, да. И там по проекту, по-другому там у нас классифицируется. Я камерный певец как бы. А чем отличается? Ну, камерный певец чуть более, как сказать, да. Попонятнее поёт? Нет, нет. Более по форме он поёт простые произведения, да. А вот оперный певец уже... Но опера это очень сложно всё равно. Не каждому дано, да, вот только оперу прочувствовать, понять. Ну, надо на самом деле добавить и сказать, что у нас 106 человек сейчас обучаются в УЗИ, из которых 80% работающие. Они работают, потому что есть такая необходимость. Вот школа была создана, и через 11 лет появился государственный ансамбль скрипачей. Он состоял из одних учениц. Они ещё не были даже студентками в УЗИ. Они были школьницами. Но по уровню, по качеству они уже могли претендовать на то, чтобы иметь статус государственного. А насколько это несложно студенту вот так ещё такое время отдавать работе? Вы знаете, дело в том, что сама школа, вот программа школы, она очень индивидуальна. И мы ведь готовим исполнителей. Они должны обязательно играть, у них должна быть практика игровая. Поэтому то, что они очень рано начинают на сцене профессионально выступать, это на самом деле подготовка к профессии. Мы вот, например, заключаем договора с детскими садами. В прошлом году много было заключено договоров. И маленькие дети, которые учатся до пятого класса, и среднее звено с пятого по седьмой, восьмой, они посещают эти детские сады и проходят там практику концертную. Они выступают там. Потому что мы-то на самом деле готовим исполнителей. Музыкантов, которые должны обязательно готовить себя как исполнители. Для музыканта очень важно, чтобы зал, в котором он выступает, музыкант, он соответствовал, чтобы там было ему комфортно, звучание было такое нужное для музыканта, чтобы беречь свое слово. В нашем городе какие залы? Существуют ли такие залы вообще? Ну, такие залы есть, но их, во-первых, они по вместительности очень маленькие. Некамерный зал. Мы ожидаем завершения строительства Арктического центра эпоса и искусств, который стоит под мостом рядом с Айсарским озером. Думаю, что по акустике это будет единственный такой зал, в котором можно слушать хорошо симфоническую музыку. В высшей школе музыки действующая детско-юношеская филармония. Она состоит из восьми отдельно существующих коллективов. Самый большой из них, конечно, это симфонический оркестр. Камерный оркестр есть, есть духовой оркестр, есть ансамбли виолончели, орфистов, флейтистов, есть большой академический хор. И на самом деле самая главная задача заключается в том, чтобы вы абсолютно правы, очень важно для музыканта, чтобы акустически это все было выдержано. Мы очень ждем строительства второй очереди нашей школы, которая начнется в этом году. И самое главное отличие от первого, вот от самой канадской деревни, второй очереди школы будет заключаться в том, что там будет много репетиториев, залов, в которых можно проводить репетиции. Отдельно для камерного оркестра, отдельно для симфонического оркестра, отдельно для духового оркестра. Мы очень страдаем из-за того, что у нас мало таких репетиториев. И для песца же очень важно, чтобы температура была, чтобы дыхание было правильным, чтобы не было сухости в воздухе. Воздух должен быть каким-то... Ну, температурно-влажностный режим, точно так же, как голос, это все-таки инструмент. И акустические инструменты, они требуют, чтобы температурно-влажностный режим был соответствующий. Вот в новом концертном зале, который мы проектируем и будем строить, есть специальное отделение, где хранить инструменты. Там не будет никаких обогревательных приборов. Там обязательно температурно-влажностный режим должен быть постоянным. Какие у вас еще есть надежды, желания, чтобы как было в нашем городе для музыкантов, для лучшего их развития, для их комфорта на сцене и во время обучения? Чего бы вы хотели еще для себя, для своих коллег? Трудно ответить, да. Вы знаете, дело в том, что у нас, конечно, очень важно и нужно, чтобы театр оперы-балета обрел себе новое здание, хорошую сцену. Очень важно для филармонии, ведь на самом деле вот это здание, о котором я говорю, Арктический центр эпоса искусств, мы там ожидаем, что одна из сцен, один из залов будет принадлежать филармонии. Это для нас очень важно. А слушатели, да как ожидают, все музыканты-то уж и нечего говорить, как ждут, да, и уже сколько лет ждут. Очень хочется, чтобы это случилось. А ваше отношение вот к празднику, который близится, 25 января, Российский день студента, что для вас этот праздник означает, кого вы в этот день поздравляете и чего вы сами ждете для себя? Ну, я хочу поздравить студентов. Я как бы тоже являюсь студентом. И вот когда-то ушившиеся студентов тоже поздравляю. Выпускников. Выпускников. Конечно. Дело в том, что, конечно, для любого человека студенчество – это прекрасная пара. Время больших ожиданий, возможностей. Ты понимаешь, что ты, во-первых, выбрал профессию. Ты по ней идешь и хочешь достичь больших успехов. Я бы хотела, конечно, поздравить в этот день всех, кто имеет к этому отношение. Не только студентов, но и преподавателей. Потому что без преподавателей, без студентов это невозможно, сам процесс. В нашу школу детей приводят родители. И они, пока ребенок не закончат, очень переживают. Поэтому на самом деле и для родителей, у кого дети являются студентами, это тоже очень важно. Ну и работодателей я хочу на самом деле поздравить, потому что каждый хочет, чтобы было качество, чтобы был уровень. А ведь он достигнут будет, когда человек освоит профессию. И будет погружен в нее, будет любить и будет стремиться к тому, чтобы... Ну и это не просто студенческий день. Это день Татьян. Поэтому на самом деле, конечно, обычно в Татьянин день всех Татьян поздравляют. Спасибо большое. Конечно, в вашу школу детей приводят родители. И не факт, что ребенок и дальше будет свою жизнь связывать с музыкой. Но это точно не просто так. Это останется в копилке, в багаже. Музыка всегда делает нашу жизнь прекраснее, лучше, красивее. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня в преддверии праздника в нашу студию. Рассказали о вашей замечательной школе, высшей школе музыки. И пусть те планы, те надежды, которые вы для себя обозначили, для своих коллег, пусть все это поскорее случится. И будут красивые залы, где мы, зрители, будем наслаждаться исполнением и игрой наших музыкантов. А они будут себя чувствовать очень комфортно и хорошо. Спасибо, с праздником. Всем спасибо за внимание и хорошего вечера. До свидания.